Всем привет! И сегодня у меня будет влог без фани, так как я еду в Каунас на учебу. Подписывайтесь на наш канал, тот кто не подписался и ставьте нам лайки. На завтрак у меня кофе, овсяная каша с молоком и вареньем и сладкий сырок от фирмы Великишку с бисквитом. Завтра я еду снова на учебу. В портфель я всегда собираюсь с вечера, чтобы ничего не забыть, так как утром я встаю очень рано и могу что-то забыть. Беру свой конспект по анатомии. Хотя у меня записана здесь всего одна тема, другие темы я не успела законспектировать, так как у нас было очень много заданий, которые я сделала дома и отправила учителю через интернет. Сегодня вечером, если будет возможность, немножко поконспектирую. Также беру свой пенал. В ноябре нам лекции отменили, так как в ноябре было много лекций для ветеринаров. А у нас учителя, которые преподают нам, ветеринары. С собой я, как обычно, беру свои маркеры от фирмы Графа. Они у меня вот такие вот маленькие. Фиолетовый, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и розовый. Замазку на ленте. Просто замазку в ручке. Я ей уже пользуюсь. Она мне очень удобна от фирмы Милан. Вот такую вот стерку в коробочке. Стерку и точилку вместе. Три ручки от фирмы Шрайдер. Синего цвета. Три цветные ручки. Красное, зеленое и черное. Два толстых карандаша. Два тонких. Автоматический карандаш. И стержень для автоматического карандаша. Также с собой беру вот такой вот блокнот с собачкой. Вот такой вот синенький конвертик. Здесь у меня лежат липкие листочки. И еще желтый конверт, в котором лежат маркеры. Также беру две тетради. Вот с такой вот собачкой. На 48 листов. В полоску. И еще вот такой вот тетрадь. Тоже с собачкой. На 24 листа. Это у меня тетрадь для черновиков в школе. Вот такую вот линейку. И еще тетрадь с записями, где всякие данные для учебы. С собой беру свой диктофон от фирмы Алимс. Но в прошлый раз на него я ничего не записывала. Так как вначале у нас был тест, а потом была презентация на тему первичной осмотры домашнего животного. Также беру батарейки от фирмы Duracell. Четыре побольше и две поменьше. Я не помню, какие точно мне нужны в мышку. Два повербанка. Один повербанк на 10 тысяч от фирмы Samsung, который я обычно беру с собой на работу. Второй повербанк на 20 тысяч. Этот повербанк мне в этом году подарили родители на день рождения. И также возьму сумку со своим ноутбуком. Ноутбук у меня от фирмы Microsoft. Подключение к сети. Я обычно подключаюсь в поезде. Мышку беспроводную. И аутер. С собой беру две упаковки салфеток. В одной упаковке 10 салфеток. Две упаковки влажных. Одна упаковка от фирмы Sirena. Другая упаковка вот с такой вот овечкой. И покупала я в магазине Pepco. В упаковке по 15 салфеток. Также с собой беру Coca-Cola Zero. Я немного простужена. И когда я простужена, я пью Coca-Cola, так как она мне хорошо помогает. Также беру водичку Aquile 0,5 литров. Большой бутерброд с кумбисом. Когда буду подъезжать к Аунастеру, я позавтракаю. Так как встаю очень рано. И когда еду в поезде, всегда хочу есть. И еще делаю вот такой вот сыр. Это со с чесноком. А это со свечиной. Мы с Фаней вышли на утреннюю прогулку. У нас лежит небольшой снег. Так как вчера вечером у нас шел снег. Долго я с Фаней гулять не буду. Так как могу опоздать на поезд. Мы с Фаней погуляли. Возвращаемся домой. Фаня будет кушать и отдыхать. А я поеду в Каунас на учебу. Мы с Фаней дома. Я ей помыла лапки. И сейчас Фаня будет завтракать. На завтраку Фаню сухой кормонш с вкусняшками. Возвращаемся кушать. Фаня будет завтракать. А я поеду на учебу. Я уже вышла из дома. Иду на остановку. Мне надо пойти две остановки пешком. До Лоздиная. С остановки, которая находится возле моего дома. Автобусы пойдут только около шести часов. И я опоздаю на поезд. На улице лежит снег тонким слоем. Я люблю такую погоду. Но утром, скорее всего, снег посыпят песком. От песка и соли разъедают обувь и лапы собакам. Поэтому Фаня, когда мы идем надолго гулять, всегда ходит в обуви. Я подхожу к остановке, с которой я поеду на вокзал. Кстати, с этой остановки мы теперь с Фаней ездим и к Грумеру, и к ветеринару. Мой троллейбус придет через шесть минут. ПЕСНЯ ЗАЛИ ГОРОДА ВИЛЬНУСА ПОРТАЛ СЕГОНИ СНОВА НЕ РАБОТАЕТ Зато к Новому году очень красиво украсили вход железнодорожного вокзала. Вот такие вот красивые часы сделали на новогоднее время. Вход украсили гирляндами. И сейчас я буду заходить в железнодорожный вокзал. Я захожу в железнодорожный вокзал. В железнодорожном вокзале людей немного, так как сейчас раннее утро. И, кстати, поставили уже елку. Возле елки стоит декорация с наступающим 24-м годом и вот такой вот паровозик. Елка украшена паровозиками, шишечками и шариками разного размера, желтыми и красными. Пришла посмотреть, с какого пути пойдет мой пояс. Как обычно, пояс идет 4-й платформы 9-го пути. Я сегодня вот так вот одета в легкой шубке и в костюме спортивном. В нем очень удобно ездить, так как в поезде я могу снять шубку или куртку и мне не холодно. Я уже вышла на перрон. На перроне стоит мой поезд. Я сейчас в него буду садиться. Обзор на поезд снимать не буду, так как таких видео уже много есть у меня на канале. Я хочу сейчас позаниматься, поэтому хочу подключиться к Wi-Fi от железной дороги. Теперь подключаюсь к школьной системе. Wi-Fi сегодня плохой и медленно подключается интернет. Сегодня буду читать вот такую вот тему, которая называется абсцесс или нагноение. Так как до Каунаса мне осталось ехать 15 минут. Я хочу позавтракать. На завтрак у меня вот такой вот большой бутерброд с кумписом и водичка Аквилия. Я уже в Каунасе вышла из поезда. Я думаю, что железнодорожный вокзал города Каунас тоже украсили. Хочу пойти посмотреть. Вовнутрь заходить не буду, так как иначе могу опоздать. На лекции. Возле Каунасского железнодорожного вокзала стоят две елочки. И чуть дальше повесили гирлянды. Музыка Я сейчас буду переходить через подземный переход, чтобы перейти на другую сторону и ехать на учебу в училище. Иду через подземный переход, так как сейчас еще рано, людей в переходе сегодня нет. Я сейчас буду выходить из перехода, так как на улице темно, еще не расцвело. Уже повесили гирлянды на столбах к Новому году. Это время года я очень люблю. И Новый год люблю даже больше, чем свой день рождения. Я уже доехала до школы и теперь иду мимо парка спокойствия. Тут тоже висят гирлянды и тонким слоем лежит снег. Я сегодня собираюсь после учебы сразу ехать домой, так как простужено. А также я хочу поснимать зимний вид из окна поезда. Иду к своему училищу. В Каунасе тоже снег лежит тонким слоем. Мы сейчас в школьной столовой, так как у нас сейчас впервые в полчаса. Решили сходить с девочкой, с которой я дружу и мы делаем вместе работы, покушать. Я себе взяла творог с клубничным вареньем, кофе и сладкую колбаску. Лекции у нас закончились. Я иду сразу на остановку, так как поезд пойдет через 25 минут. И мне надо на него успеть. Когда я пришла на остановку, шел мелкий снег и троллейбус поехал быстро. Значит, я должна успеть на поезд. В дневное время Каунаский железнодорожный вокзал выглядит вот так. Елочки не горят. Я захожу в железнодорожный вокзал города Каунаса. В Каунасе стоит вот такая вот елочка. Тоже горят цифры с наступающим 24-м годом. И елочка украшена шишками, желтыми и красными шарами разного размера. Я уже вышла из железнодорожного вокзала. Мой поезд пойдет со второго пути. Мне надо поспешить, так как придется идти через подземный переход. Стоит мой поезд. Я в него буду сразу садиться, так как мне нужно еще купить билет. Так как я не была уверена, что успею на этот поезд. Поэтому билет не покупала заранее. Билет не покупала заранее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже в Вильнюсе. Сегодня довольно много людей. На платформе стоит вот такая вот ёлочка. Поезд сегодня пришёл на первый путь. Несмотря на то, что сейчас праздники, в дневное время железнодорожный вокзал выглядит вот таким вот образом. И портал так и не заработал. Я уже доехала до своего дома. Сейчас пойду домой, немножко отдохну, покушаю, а чуть попозже пойду гулять с Фаней. Мы с Фаней вышли на вечернюю прогулку. Сегодня я с Кауниса вернулась рано. Обычно я в 6 часов только приезжаю в Вильнюс, а сегодня я уже в 6 часов пошла гулять с Фаней. По городу я не гуляла, так как я всё ещё простужена, плохо себя чувствую. И к тому же вчера Фаня отправилась, и я за неё переживала. Поэтому сразу после лекции приехала домой. В следующий раз у нас будет снова зачёт по анатомии. Зачёт у нас будет сразу по четырём темам. Инфекционные заболевания кошек и собак, патологические процессы и периоды заболевания. В следующий раз я поеду в Каунис где-то в середине декабря. И тогда погуляю по новогоднему городу и для вас поснимаю. А в этот раз я решила сразу после лекции ехать домой, так как больше переживала за Фаней, чем за себя. Мы с Фаней погуляли, возвращаемся домой. Фаня будет кушать и отдыхать, и я тоже. Мы с Фаней дома. Я Фаней помыла лапки, и сейчас она будет ужинать. Спасибо. 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 ваня все съела тарелочка у нее пустая спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался ставьте нам лайки а мы с вами очень любим желаем крепкого здоровья и ждем в нашем следующем видео и